всем привет от sb 1813 или просто саймон продолжаем реакции и продолжаем реакции японцев точнее на японцев как я говорил пару собственно реакции назад что будет еще пару видосиков с японскими группами более того как раз на днях вышел новый клип с новым собственно треком от такой группы как дэвэлув и трек называется пир прессор наверное я ждал на самом деле что-то хотя бы потому что у них скоро альбом я вот думаю что перед альбомом они обязательно ну или еще один сингл или просто клип выкатят вот и почему так скажем сильно именно их потому что последние несколько релизов это просто нечто чуваки делают просто ну какой-то мега-брутальный дэдкор а учитывая что они вижел кей да тот самый вот очень странно видеть вот именно такое музло в таком стиле потому что вике и конечно есть представители дэдкора металл кора там опять же мы смотрели джи люку там и так далее но то что делают эти чуваки это просто жесть потому что тут на стыке дэдкора и брутал дат металла того самого который я так сильно люблю да вот но вот именно у них это прямо какая-то просто жесть плюс вокалист у них выдает она такие звуки которые типа просто что как ты это делаешь короче такой очень-очень-очень жестко не знаю короче сейчас посмотрим я уже немножко на спойлерил я не смотрел ни в коем случае не клип не проект не слушал на спойлер уж там что-то прям мощное должно быть и что даже многие фанаты собственно дэвилов как бы были немного в шоке от того насколько это не так сладенько как им казалось да тоже расскажу после уже наверно клип есть не забуду одну очень забавную мысль насчет именно этой группы вот но давайте приступать потому что я прям тупо сидел пару дней сейчас ждал пока поможет быть посмотреть этот клип также давайте приступим ну что поехали давай давайте фигачить барабанщику дали поиграть в этой песне прям знатно а а а Паркал у меня просто нет слопы, это что-то прям мега офигенное. Это сейчас было забавно, не могу. Вы когда так научились играть-то? Что за жесть, по счету фарископ. Нуга. Выглядит мега балдежно, конечно. За ногов лайк просто. Очень странные партии у них тут. Субтитры делал DimaTorzok. 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 А, ну это еще не конец. Я думал это конец песни будет. Да просто, ты нормальный вообще-то? Не устаешь вообще? Ну, Дарников просто бешеный. С таким лицом сидит просто, да пофиг вообще. Я бы еще часа три поиграл так. И я тут много. Блин, окей, сразу два лайка. Закидывание ноги. Так, ну что, вот посмотрели клип, послушали песню Peer Pressure от группы Deoluf. Ну, в принципе, мне, наверное, есть что сказать. Причем, ну, я не скажу, что это прям супер-мега-офигенно 10 из 10, потому что есть пара нюансов, которые не то чтобы смутили, но вопросы у меня есть к ним. Вот, но начну я, наверное, все-таки с хорошего в этот раз. Ну, прям Deoluf, как бы, как говорится, долго нормально. Вокал, как обычно, у него просто мега-крутой. То есть, хотя в этой песне он не показывал прям вообще всю жесть, которую он обычно показывает в треках, но при этом, как бы, опять фишечки его вот эти вот с мега-странным зазыванием, с ультра-низами, вот это все было, как бы, ему вопросов нет. Мне очень понравились тут партии. Партии нестандартные для Deoluf. У них больше такие классические дедкорные были треки на последних релизах. Тут же прям, ну, реально такой техникал дедметал вообще был внезапно, да? То есть, там было, ну, не знаю, даже не столько тяжело, как достаточно технично, то есть, с этими переходами, все такое. Короче, мне понравилось. Я не фанат техникал дедметала, ну, и вообще вот именно, такой более техничной, наверное, все-таки музыки, но именно от них это было интересно слушать, потому что у них все-таки больше, ну, долбежка в основном. А тут прям, ну, короче, прикольно было. Очень интересно прослушать. К ударнику вообще, то есть, у меня нет вопросов. Он что-то совсем изверел, потому что, опять же, ну, не знаю, может, ему свободу дали, может, это вообще он трек написал, я лично не знаю, но судя по тому, сколько он тут понаставлял бласбитов всяких разных, и вообще весь трек, он, ну, типа, как в некоторых дедкорн-группах, где ударники просто сидят вот так вот, долбят по крэшу и иногда так по малым. Тут нет, то есть, он просто всю, весь трек фигачил по всему, что только можно, и в большинстве своем я слушал, кстати, его в первую очередь, потому что, ну, я реально не ожидал. Я думал, сейчас будет, как обычно, бласбит, брейкдаун, потом что-нибудь такое просто мощненькое, кардановое, но тут прям вообще жесть. То есть, вот тут, конечно, ударник выиграл прям. Вообще, кстати, у них очень крутой ударник, я на него подписан на Ютубе, он иногда очень прикольные ковера делает. Вот, может, даже оставлю на него ссылочку. Вот. Бас, вот насчет баса у меня вот к ним претензии есть, но, в принципе, давайте сразу, да, перейдем к небольшим претензиям. Вот, начну, собственно, от баса. У них басист вроде как вообще самый главный в группе, но при этом его ни хрена не слышно никогда. То есть, опять же, его слышно где-то на фоне, и в некоторых треках там нормально так жир наваливает. Но вот, например, в этом треке я вообще его практически не слышал. А учитывая, насколько у него офигенный бас, у него там семиструнный безладовый бас и все такое, вот насколько он ему не нужен в таком треке. Но не знаю, как бы, опять же, выглядело как минимум это прикольно. Вот. Я, как можно понимать, тоже люблю басы, где много струн. Вот. Короче, самая главная проблема этого трека, если именно берем трек, он звучит как-то пережато, что ли, для них. То есть, это было бы круто, если бы они всегда играли такой technical dead, да, и technical dead core, ну, как хотите, называйте. Но они всегда вот именно так такой прям жирной группы были. То есть, они как фигачат, и такой, ух, нормально. А тут не было прям вот этого, типа, никто меня там по ушам не долбил. То есть, я именно слушал, ну, как это говорится, музыку для музыкантов, да, только в dead metal стиле. Так что вот именно я и не скажу, что этот трек тяжелый. Хотя там, ну, бесконечные вас биты, там, брэкдауны, там, регалоу, все вот это прям по стилю, все хорошо, но при этом он какой-то вот именно не тяжелый. Он более такой, более техничный. И, ну, не знаю, может быть, на альбоме будет какая-то другая пересведенка или вкупе с альбомом будет круто, потому что предыдущие два сингла, ты слушаешь их, офигеваешь, насколько там жирный звук. Тут такого не было. Вот я не знаю, с чем это связано. Не скажу прям, что это прям минус, просто это прям очень сильно заметно. Вот. Еще мне показалось, что как-то не слишком громко было. Ну, или это, может, я сделал так, и, как всегда, YouTube занизил. Это я не буду даже минус сделать. Мне, честно, непонятно. Я не могу сейчас сказать, понравился мне клип или нет. С одной стороны, там офигенные локации, у них офигенные костюмы, все офигенное, как они встают, что один, что второй гитарист с ногой на... Вообще, снять клип на кухне, вот они снимали такой, причем в этих болотно-зеленых тонах, ну, то есть прям вот так вот, ну, прям типичный вот этот метал, в хорошем понимании этого слова. Вот в таких местах надо снимать. Вот. Им не хватало тоже еще висящих каких-то трупов только на этих. Вот. То есть локация офигенная, все офигенно, но что там не так с оператором? Почему он вообще не нарезал? Почему одна камера вот так вот ходила туда-сюда? Это, ну, очень странный ход. Ну, то есть, типа, не было вообще никакой динамики от слова совсем. Мне кажется, если бы можно было смонтировать, как нарезать этот клип, именно такой более бешеный, там, и эффект приправить, то, думаю, был бы, ну, и сама песня, наверное, пошла бы более круче. А так я как-то просто, ну, смотрел за группы, как они играют, все такое. Но... И вот моменты, где брейкдаун, например, да, Devil's, на самом деле, славится, ну, как и многие японцы, славится вот этой вот дурной темой, что они не могут, как, например, какие-нибудь с Сэйленс, просто от души прям так долбануть и трясти башкой. У них все это заранее, как-то они все это отыгрывают и так далее. И поэтому, когда он там, был момент, пару секунд, где он вот так вот, типа, брейкдаун, я понимаю, просто под метроном, это выглядело немножко кринжово. То есть, не было вот именно вот этого кача, который всегда я привык увидеть у них. И, ну, мне кажется, лично мне кажется, что это не из-за трека, а вот именно из-за того, что, ну, как-то странно снято, даже не криво, вот именно странно. Она снята хорошо, то есть картинка хорошая, все хорошо, но, блин, почему нельзя было реально порезать, сделать чуть-чуть побешеннее, как у них это обычно. И в конце, когда я говорил, что я думал, вот трек кончился, вот именно в этом моменте, когда там побыстрее, 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 там ударки идут, вот этот момент, это прямо они взяли сами у себя из трека, где они в лесу играли. Вот прямо один в один вот этот момент был. Вот. Ну, а все остальное, в принципе, ну, наверное, наверное, я все-таки ждал, отдавил их немножко пожирнее, такого более мощного трека, но можно им простить в том плане, что перед этим у них было достаточно два очень жирных трека, мега жирных трека, вот. А этот такой более сдутый партия, офигеть, то есть ударника я просто охренел. То есть, ну, ударник, мое почтение. Даже в Желюке, когда мы смотрели, когда я говорил, что там ударник бешеный, ну, вот что-то мне теперь кажется, у него появился нифига себе такой хороший конкурент. Короче, эта реакция, оказывается, тоже получится достаточно длинной, но Дэвэл Луф, это одна из тех групп тоже, которые я буду всегда ждать на реакции. У них выходит, если я не ошибаюсь, с девятого, но если ошибаюсь, но точно в декабре альбом вот новый, который я очень сильно жду, потому что это последний вообще релиз в этом году группы какой-либо, который я жду. Вот, так что посмотрим, что будет на альбоме, но я думаю, не разочарует, по крайней мере, как минимум, именно как трек, он крутой. Молодцы, Дэвэл Луф как обычно держит планку. Как минимум, это точно неплохо, это даже не норма, это вот именно хорошо, не супер, но хорошо. Короче, очень сильно я заболтался, но если кто досмотрит до сюда, всем спасибо большое. Вот, все ссылочки к обычному описании. И да, YouTube как бы внес новые изменения, что по факту теперь никаких дизлайков нет, поэтому моего нравится, не нравится, не знаю, убирать, не убирать, тоже напишите, вставлять это или нет. Но опять же, там, если нравится, ставьте, если нет, то нет. Как бы сами все знаете, я не буду ни на чем здесь настаивать. Такие вот дела для Ивэл Луф. Ну, молодцы, молодцы, на самом деле. Ладно, все, я пошел, пока.